МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От миссии марсохода Кьюриосити все ожидали сенсации, и она не замедлила появиться. Шокирующую фотографию, а затем и панораму аппарат передал на Землю. В кадре запечатлены настоящие НЛО. Вы видели странные светящиеся объекты в небе над земным роботом-разведчиком. Сначала один, а затем второй и третий. Ученые НАСА расценивают НЛО как дефект видеозаписи. Это якобы так называемые свободные пиксели. Но слишком хорошо организован этот брак, и чересчур логично он движется. Сторонники теории жизни на Марсе с надеждой ждут от Кьюриосити продолжения. Нет сомнений, что планета мертва. Но это не значит необитаемо. Возможно, Марс до сих пор патрулируется кем-то или используется как перевалочная база. 30 лет этот человек хранил в секрете произошедшее с ним событие. Он молчал не случайно. Неоднократно из компетентных органов поступали приказы забыть об увиденном. Но прошло много времени, и Виктор Крупин уже гражданин другого государства. Сегодня он впервые согласился на интервью. Его рассказ поистине сенсационен. Я с 1981 по 1983 год проходил срочную службу в вооруженных силах СССР. В данном случае я служил в дивизии Дзержинского, в полку, который в воинской части 34-55, которая, значит, базировалась в Жуковском. Мы обслуживали ЦАГИ и ЛИИ. ЦАГИ – Центральный аэродинамический институт. ЛИИ – Летно-исследовательский институт имени Громова. Два научных центра. Гордость российской авиации и космонавтики. Именно здесь создавались и испытывались экспериментальные модели летательных аппаратов. Например, космический корабль «Буран». На этой территории расположен музей авиации и проходит Международный авиационно-космический салон «МАКС». Виктор Крупин, будучи солдатом срочной службы, хорошо изучил систему местных ангаров и полигонов. Моя служба в чем заключалась? Она заключалась в первую очередь в обеспечении средств охраны. То есть вокруг данного предприятия, вокруг института, а территория там очень большая, проходит сигнализация. Их, как говорится, несколько рядов сигнализации. Вот этим мы и занимались. Однажды один из авиационных механиков по дружбе показал Виктору Крупину фотоснимок, который навсегда остался в его памяти. Сейчас он уверен, нарисует все детали той картины. Можно этому верить и нельзя, но я сейчас рассказываю то, что мне было это показано. Было действительно изображено сбитый дискообразный аппарат, который одним боком врылся в землю на фоне леса и сопок. И виднелась высокобойтная линия электропередач. Я спросил, может, это испытательный какой-то. Он засмеялся, говорит, это, говорят, настоящее. По эскизу Виктора Крупина мы попытались воссоздать ту фотографию. Снимок сделан членом авиационной технической группы, которую послали доставить в Жуковский, рухнувшую летающую тарелку. По словам того человека, внеземной аппарат упал на границы Московской и Владимирской областей. Его сбил истребитель, как нарушителя воздушного пространства СССР. Он сказал, что это действительно автоматический какой-то аппарат инопланетян. Либо это был неизвестный наш земной созданный аппарат, неизвестный, неизвестным, так сказать, учреждением. Либо это был действительно инопланетный корабль. Но неужели рядом с Москвой в знаменитом Наукограде расположена лаборатория по исследованию обломков НЛО? Когда Виктор Крупин увидел фотографию, то понял, он сам был задействован в операции по транспортировке летающей тарелки в ангары ЛИИ. Я сам участвовал в снятии сигнализации, рядов сигнализации, когда привезли этот аппарат. То есть нашу часть, то есть солдат, подняли по тревоге ночью, повезли к Москве реке. Мы снимали заграждения, три ряда заграждения, для того, чтобы с плечала его на буксире отбуксировать уже данный ангар. Исследователь Антон Анфалов полагает, что рассказ Виктора Крупина достоверен. Много лет он изучал утечки секретной информации и рассказы очевидцев и пришел к выводу. Под территорией ЦАГИ и ЛИИ расположен огромный подземный комплекс. Это территория ЛИИ, Летный сельский институт имени М.М. Громова. Там капитальнейшие подземные сооружения, лаборатории, испытательные стенды, в том числе для испытаний в условиях электромагнитных излучений, защищенные помещения от этих излучений, с кварцами, стеками, с опорудованием, с кучей всяких электрогенераторов. Вот ЦАГИ, Центральный аэрогидромединамический институт, там тоже огромнейшие подземные лаборатории, помещения, оборудование. Это огромный комплекс. И подземное сооружение существует 100%. Тут ни малейших нет сомнений. Другое дело, есть ли там инопланетные технологии. Вот это действительно вопрос. Виктор Крупин помнит день, когда он попал в этот подземный комплекс. Офицер взял их, двоих солдат, для подсобных работ. Они долго спускались на лифте, в котором были кнопки для 10 этажей. На каждом этаже был свой контроль доступа. Позднее у Виктора выдалась свободная минута. Он из любопытства прошелся по этажу и заглянул в цех, где проводились испытания необычного аппарата. От большого пульта управления, который защищался свинцовыми перекрытиями, в котором находились инженеры, скорее всего, от электромагнитного излучения, шли большие кабеля к этому аппарату. Когда они проводили испытания, этот аппарат немножко приподнимался в воздухе. Когда он приподнимался, происходил такой высокочастотный такой свист. Ну, он напоминал летающую тарелку. Корабль имел продолговатую форму. С обеих сторон у него были кабины для пилотов. Сверху выпуклость в виде колпака. И чуть ниже два небольших диска. При взлете они начинали вращаться в разные стороны. И вокруг распространялось синеватое свечение. Внутри сидели два летчика, одетые не просто в комбинезоны, а в скафандры. Существует не один рассказ одного очевидца. Существует несколько утечек, показаний о том, что именно Наукоград Жуковский в Московской области является аналогом американской базы Райт-Паттерсон в штате Огайо и аналогом зоны 51 в штате Невада. Это связанность с высокими технологиями, в том числе с очень необычными технологиями в области авиации и космонавтики. А именно вот с этими самыми технологиями НЛО. Зона 51 прославилась после серии скандальных публикаций в мировой прессе. Это официальное название секретного подразделения базы Эдвардс ВВС США. Зона 51 – военный аэродром, расположенный в штате Невада. На нем разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа. Аналитики считают, что основная часть базы расположена под землей. Вход в секретное подземелье находится в ангаре 18. Работавшие там офицеры после выхода в отставку в 90-х годах стали публиковать сенсационные мемуары. В зоне 51 хранятся обломки кораблей инопланетян и тела пришельцев, говорили военные. С ними случались разные неприятные истории. Кто-то погибал, кто-то пропадал бесследно. Ну, в общем-то, кто-то говорил, что к нему приходили люди в черном. Тем не менее, вот такая зачистка свидетельств продолжалась, пока в последние 2-3 года буквально словно прорвало плотину вот этой информации, которая об этом свидетельствовала. Главная база Эдвардс, ВВС США, находится на другом конце страны, в штате Калифорния. Ее тоже связывают с пришельцами. По одной из версий, в 1953 году американские астрономы увидели на орбите Земли крупные космические корабли. Система контроля радиокоммуникаций Сигма обнаружила между ними регулярный обмен сигналами, а затем смогла установить контакт. Но до 20 февраля 1954-го не удавалось получить ответ на главный вопрос. Каковы намерения пришельцев? Дело в том, что 20 февраля 1954-го года президент США Дуайд Дэвид Эйзенхауэр внезапно исчез из внимания прессы, отдыхая в Палм-Спрингсе возле Лос-Анджелеса. Обычно такого не происходило, потому что президент Америки фигура публична, он всегда в поле зрения СМИ находится. А тут бац и нет президента. Все встали на уши. Куда делся Эйзенхауэр? Стали искать. Его нет. Официально потом появилось объяснение. Сломал зуб, подавился курицей, поехал к донтисту его лечить. Только через полвека мир узнал под облёку тех событий. Джеральд Лайт, директор фонда специальных исследований, написал, что в ночь на 20 февраля 1954-го года на базе Эдвардс президент США Дуайт Эйзенхауэр встретился с представителями внеземной цивилизации. Западная пресса, ссылаясь на высокопоставленных военных, представила такую версию встречи. На аэродром приземлилась летающая тарелка, откуда вышли высокие гуманоиды со светлыми волосами, мало отличимые от людей. Они, так сказать, высокие, похожи на наших скандинавов, но насколько они пересекаются или принадлежат ли они к одной цивилизации, я не знаю. Я знаю, что такие контакты с правительством США велись в 50-х годах довольно-таки интенсивно, и наша разведка добывала такие данные. Но пришельцам-скандинавам не удалось договориться с правящей верхушкой США. Однако позднее, в том же 1954 году, президент Эйзенхауэр провел переговоры с другими инопланетянами, так называемыми серыми. И уже с ними на базе Эдвардс был подписан исторический договор о сотрудничестве. Насколько правдивы эти факты может рассказать астронавт США Гордон Купер. Он начинал карьеру как летчик-истребитель. В 1957, спустя три года после описываемых событий, Купер служил на этой самой базе Эдвардс. И на его глазах на аэродром действительно села летающая тарелка. Это было ЧП. Этот объект имел форму как бы двойного блюдца. Он попал в поле зрения личного состава. Затем он завис, начал абсолютно бесшумно приземляться и выпускать из днища три опоры. Наконец, он успел встать на эти штативы. Я в это время находился в офисе, в третьем по счету здания от места приземления объекта. На базе Эдвардс постоянно проводились эксперименты. И по периметру стояло видеонаблюдение. А на территории в тот самый момент были два оператора с портативными камерами. Они побежали к НЛО, не прекращая съемку. При приближении людей объект втянул опоры обратно и взмыл в небо. Гордон Купер наблюдал за происходящим из окна. Когда пленку проявили, он посмотрел на тарелку еще раз и набрал номер Пентагона. Я доложил о происшествии наверх. Мне было приказано запереть проявленную пленку в сейф. К нам уже был выслан на реактивном самолете человек с конвоем, чтобы забрать этот фильм и передать непосредственно в Вашингтон. Это был такой нервный момент. Генерал орал мне в трубку, чтобы я немедленно все спрятал. Годы спустя, будучи легендарным астронавтом, Купер пытался достать из секретных архивов Пентагона ту видеозапись. Это ему не удалось. Больше над территорией базы Эдвардс НЛО не пролетали. Оказывается, их две вот этих базы Эдвардс в Калифорнии. Есть основная, а есть так северная, так называемая. И вот тут вот проводятся самые секретные проекты. Вот я вам покажу ангар. Это очень большой ангар. У него отдельный периметр. Именно там, насколько я знаю, в 1967 году у них стояла тарелка метров 10 диаметром с куполом на трех опорах. Колоссальная вещь. Чья эта тарелка, непонятно. Американская, либо инопланетная, но тарелка была. Так, возможно, тарелка просто ошиблась адресом и села не на ту базу. А если серьезно, вот какими данными располагает архив российской разведки. Эта история началась на заре холодной войны, когда две мировые державы начали наращивать военную мощь. Над стратегическими объектами стали появляться летающие тарелки. СССР и США считали их аппаратами противника, пока не осознали. Изготовить такое людям не под силу. По архивным данным, НЛО были разных форм и размеров. И не просто наблюдали за людьми. Они вели боевые действия между собой. Возникло ощущение у людей, которые работали в военной разведке, что в пределах земли шла какая-то борьба между разными типами разных цивилизаций гуманом. И вот вскоре произошла вот такая катастрофа, которая позволила реально получить объект, который был создан какой-то инопланетной цивилизацией. И, в частности, были захвачены гуманоиды. Один даже был живой. В ночь на 2 июля 1947 года жители провинциального городка Розуэлл в штате Нью-Мексико видели яркий объект, который прочертил небо и упал за лесом. А на утро фермер Уильям Брейзел нашел на своем ранчо разбитый серебристый дисковидный корабль. По воспоминаниям военных, которые участвовали в той операции, из НЛО извлекли четырех серых гуманоидов, один из которых еще дышал. Пентагон немедленно начал масштабную операцию по дезинформации. Вражеским разведкам предлагалась версия о шпионском зонде Могул. Ростовский инцидент был не только не единственным, он был не только там, он у нас, в частности, в Сибири, тоже тарелку такую военную как бы обнаружили потерпевшую такой, можно сказать, кораблекрушение. И, в частности, после ее обследования она была транспортирована на авиационный завод, который располагается во Внуково. И какое-то время хранилась там в цехе, подземном цехе авиазавода. Исследователи называют разные российские и американские авиабазы, где возможно хранятся и исследуются обломки НЛО и дела инопланетян. А по одной из версий на базах ВВС США присутствуют живые гуманоиды. Это все те же маленькие серые человечки, чей корабль был сбит кем-то в Розуэле, и с которыми договорился президент Эйзенхауэр. Они просили места для жизни, так как их планета якобы погибла. А еще разрешение похищать людей и проводить над ними опыты. Было выдвинуто обоснованное предположение, что эти базы возможно были совместные. То есть американцы в интересах вымирающей, как они говорят, расы вот этих серых гуманоидов проводили там эксперименты по возможному выведению гибридов, клонов, по гибридизации, по обеспечению энзимами, определенными весятами. Им очень нужен гемоглобин. Вот поэтому они резали коров, быков, прочий скот на территории многих штатов особенно. Это Нью-Мексико, Коварадо и так далее. Взамен пришельцы предложили супертехнологии. В самом деле научно-технический прогресс сделал за минувшие полвека колоссальный рывок. Такое бурное развитие технологий трудно объяснить гонкой вооружений или здоровой конкуренции рынка. И практически все изобретения родом из США. Здесь можно говорить о скрытом полеоконтакте. Именно с какой-то внеземной цивилизацией, которая позволила американцам достичь каких-то революционных изменений, в частности добиться прогресса, например, в полупроводниках. Причем что характерно, новинки компьютерной и медицинской индустрии словно берутся из произведений писателей-фантастов или рассказов очевидцев НЛО. Все вот эти нынешние компьютерные устройства, они основаны на микрочиповой индустрии. А чип это как раз вот то, из чего была сделана тарелка в Росвеле. Потому что американские ученые моментально получили образцы обшивки и некой там панели управления, которые были, ну то есть элементов. На Земле есть места, где НЛО видят особенно часто. Странные аппараты не просто пролетают, а ведут некую деятельность. Похоже, что иные цивилизации имеют на нашей планете собственные базы, куда людям доступ запрещен. Как правило, это подземные или подводные сооружения в труднодоступных местах. Существуют очень четкие признаки локализации подземных скрытых сооружений. Одних, кстати, очень хорошо знают спецслужбы. Это, прежде всего, техногенные шумы, особенно низкочастотные. Это выбросы определенных либо веществ, либо горячего воздуха. Это показания магнитометров и другой аппаратуры, которая фиксирует повышенное напряжение электромагнитного поля в этом месте и масса других признаков. Эксперты насчитывают около ста баз инопланетян и даже разделяют их по назначению. Одни внеземные цивилизации защищают планету от вторжения, другие добывают полезные ископаемые, третьи контролируют людей. Пожалуй, самым известным в узких кругах полигоном НЛО является местечко Кош-Агач в Горном Алтае. Насколько я знаю, что там даже размещен батальон радиотехнической разведки ФСБ, который отслеживает вот эту активность. Это практически недалеко, как с традиционной Шамбалой. Гора Белуха там находится. И вот там постоянно фиксируется аномальное явление. И, кстати, это место паломничества людей со всего мира. На территории бывшего Советского Союза есть три основные базы. Это северо-западный регион, то есть Бешкарелия, где существует небольшая база. Регион Крыма, где в горе находится самая большая база, где располагается НЛО, которая занимается защитой планеты. И так называемая аэропорта, база подскока. То есть эти базы существуют на Урале и большая база существует в Иркутской области, которая имеет соответствующие выходы в озеро Байкал. Насколько обоснованы эти предположения и как можно их проверить? Наша экспедиция отправляется в Крым, чтобы найти следы инопланетных баз. Ведь местные жители постоянно видят или слышат на полуострове нечто похожее на техногенную деятельность. НЛО в Крыму наблюдают уже не одно столетие. Паранормальная активность замечена сразу в нескольких местах. Это мыс Меганом, горные вершины Бойка, Чатырдак и Аюдак. Область поисков довольно обширная. Нам может помочь человек, который объездил весь полуостров. Георгий Владимиров хорошо изучил места, которые считаются аномальными зонами. Там наблюдают множество непонятных явлений. Сначала Георгий не верил этим рассказам, но пережитый недавно случай перевернул его мировоззрение. Так как я являлся инструктором туризма горного, пешеходного, часто ходил по горам, поэтому у меня появился интерес к разным явлениям. Вдвоем с товарищем Георгий отправился в поход на гору Чатырдак. Именно над ней часто наблюдают НЛО. Приятели расположились на ночлег, но внезапно к ним пожаловали гости. Мы пытались заснуть, и я увидел, что из одной из воронок карстовых появляются маленькие отряди, где-то они были сантиметров 60-50 в серебряных костюмчиках, аккуратненькие, значит, и с такими куполообразными, не круглые, а именно куполообразные такие шлемы у них были. Пришельцы подошли к мужчинам и телепатически общались с ними. Оба путешественника при этом слышали все одновременно. Гости из иного мира пригласили посетить их родину. Мужчинам стало страшно. Человечки в скафандрах были маленькие, но обладали странной властью. Я вам так скажу, что был момент какой-то воздействия, то есть они могут воздействовать на психику типа гипноза. Достаточно вот, что они будут смотреть, и что-то происходит нечто. Из рассказов других очевидцев НЛО путешественники знали, что эти существа якобы не могут забрать человека против его желания. Стряхнув оцепенение усилием воли, Георгий Владимиров постарался ответить пришельцам. И я им мысленно прямо так сказал, говорю, что я не желаю с вами никуда идти, мне здесь хорошо, и все. Но они так потоптались, потоптались, друг за другом раз, и потом взлетели. Как сейчас признается инструктор по туризму, ему, конечно же, интересно взглянуть на иные миры. Но не было никакой уверенности, что он вернется обратно. По словам Георгия Владимирова, пришельцы возникли из карстовой воронки. Могла ли она быть входом в подземную базу? К сожалению, снова найти то место не удалось. Но, по крайней мере, мы убедились, вокруг горы Чатырдак действительно творится что-то необычное. например, Виктор Секелинда, живущий неподалеку и его соседи долгое время слышали странный техногенный гул, доносящийся из-под земли. В 90-х годах он ощущался очень интенсивно. Вот 95-й, 96-й очень интенсивно. Такое ощущение, что под нами прямо гудело. И потом это постепенно начало удаляться. Но это был гул оттуда сначала, как бы, шел. А потом как бы удаляться в сторону оттуда. Но самое удивительное произошло с Виктором не здесь, а в живописном месте полуострова ущелье Кокосан. Он путешествовал и решил заночевать на туристической стоянке. Улегся в спальник и долго любовался звездами, пока одна из них не выросла до невообразимых размеров. Надо мной как бы зависает объект. Красивая летающая тарелка, огромнейшая такая. И меня она еще втягивает туда. Я нахожусь в ней, внутри. Вот. Говорит, хочешь с нами полетать? Я говорю, да, хочу. И смотрю, как бы, уже оттуда, сверху, уже смотрю, как я отдаляюсь. Вот вижу это поляна, поднимается Крым, видно, вот, море. Виктор оказался на круглом корабле с центральным пультом управления и различными отсеками. Летающая тарелка была слабо освещена и залита какой-то слизью. Но еще удивительнее были существа, которые встретили человека на борту. Сверху они были похожи на земных женщин, а снизу нет. Мужчину поразило их телосложение. У них было три груди. Груди выглядели в виде змей таких, спирали таких змея. Образ человеческий, фигура тоже человеческая, ну, как русалки, а змейный хвост, довольно-таки длинный такой, где-то два с половиной метра хвост. НЛО летел на родную планету. Главная змея телепатически обратилась к туристу и сообщила, что они изучают человечество. Предложила Виктору долгосрочные отношения. Говорю, ну, вы же некрасивые. Наши женщины красивые, там, она говорит, а ты, на самом деле, посмотри, какая, ну, какая у нас красота. Берет свою руку, то есть мою руку, своей рукой, притрагивает к своей груди, в центре. И когда притрагивает к груди, я вдруг, у меня, знаете, какое-то прозрение, вдруг увидел, что они необыкновенно красивые. То есть вот это, ну, поменялось, как бы, мое восприятие. Что было дальше, турист помнит плохо. А когда пытается воссоздать в памяти планету змей и женщин, у него болит голова. Путешественник подозревает, что ему стерли память. После того приключения Виктор заметил, он видит цветную ауру людей и по ней может читать настроение и мысли. Мы двигаемся все дальше вглубь полуострова в надежде найти достоверные следы существования баз пришельцев. Олег Мельник вместе с группой экстрасенсов исследует аномальные места Крыма. Неоднократно он замечал, в отдельных горных массивах НЛО ведут активную деятельность. Вот что Олег видел полтора месяца назад. У нас было 12 человек группа практически все его видели этот объект средь бела дня. Описать это можно, но идентифицировать их летающий аппарат земного происхождения нет. На фоне вечернего неба возник небольшой черный объект. Он шел над морем на высоте около 50 метров довольно далеко от берега. Передвигался темный прямоугольник медленно и люди хорошо успели рассмотреть его в бинокль. Когда он поравнялся с горной грядой, очевидцы оценили его размеры около трех метров в длину. Это был четырехугольный темного цвета еще раз объект толщиной примерно около 40 сантиметров. Задние края загнуты вверх. В передней части находилась некая плотная субстанция в виде шара внутри этого объекта. И он делал некие примерно вот такие движения. Когда двигался вперед, он как будто сканировал, вот этот шар находился по центру, а задняя часть ходила в разные стороны. Аппарат был виден в течение 20 минут, после чего подошел вплотную к скале и просто в ней исчез. Припарковался на базе. Был бинокль, я его рассматривал довольно-таки близко, но скажу откровенно жутковато, жутковато. То есть какой-то радости и эйфории мне это зрелище не принесло. Место наибольшей концентрации летающих тарелок в Крыму считается Аюдак или Медведь гора. Не раз окрестные жители видели, как НЛО влетали в гору или выныривали рядом с ней из-под воды. 25 июня где-то в районе 9 часов вечера две тарелки пролетели прямо, цвет такой малиново- ультрафиолетовый и такой немножко флуоресцирующий. Две тарелки отлетели и улетели вертикально вниз. В труднодоступном районе Аюдака есть место называемое Медвежья Лапа. Это мертвая зона, где в радиусе 30 метров нет ничего, лишь выжженная земля. Камни как будто выжжены, они прожженные и вот как раскаленные сами по себе на надколах видно, что они подвергались очень большой температуре. Люди чувствуют легкие сначала недомогания, потом были случаи, когда проступала кровь из носа, поднималось давление и самое интересное, чувствуется на уровне колен, то есть до колен от ступни буквально все, кто там находится, чувствуют какое-то аномальное такое вязкое тепло. Вплоть до того, что некоторые мне показывали, у кого помягче в кроссовках подошва, даже оплавлялась вот эта подошва. Олег Мельник исследовал медвежью лапу с помощью приборов. Загадочное излучение могло быть вызвано радиацией. Здесь, в Крымских горах, во времена Холодной войны, располагались шахты с ядерными ракетами. Однако дозиметр показал норму. У губительных лучей неизвестного происхождения иной источник внутри горы. Здесь еще нужно допустить роль того, что сами неопознанные летающие объекты, которые видели в Крыму, в основном это дискообразные тарелки, которые движутся путем применения антигравитационной силы. В основном они сделаны из суперлегких материалов, таких как, например, металлический бор или водород, которые сами по себе достаточно сильно радиоактивны. И вот что сказали о природе этого излучения экстрасенсы. Мы получили некую информацию о том, что там находится данное излучение внеземного происхождения, и там находится некая подземная база неких существ, инопланетных существ. Кажется, нам невероятно повезло. И догадки исследователей может подтвердить реальный очевидец. Анастасия Артеменко утверждает, что была похищена пришельцами и побывала именно на этой подземной базе НЛО внутри горы Аюдак. Поздним осенним вечером она возвращалась домой, и луч света с летающей тарелки втянул ее внутрь. И потом я только помню все кусками, как я была на этой тарелке, как посредине у них такие комнаты, на них люди были в этих комнатах, они проводили какие-то опыты, они мне показывали, как они делали операцию, говорили мне, подводили к человеку, и говорили, вот возьми просто руки туда сквозь тело как бы просунь, вот просто руки должны сквозь тело пройти, и ты будешь операцию так делать. Я делала, но очень плохо это помню. Инопланетяне показывали женщине фильм об истории Земли и проводили с ней множество научных опытов. Затем ей надели нечто вроде акваланга и покинув корабль под водой поплыли в сторону Медведь-горы. Ну помню, вот сопровождал меня кто-то, потом уже помню, кусок мы плыли по морю, дельфины были, и вот как бы за дельфинами с того места мы доплыли до Медведь-горы, и отодвигается скала, и как бы мы проходим туда, дальше вот открылась такая большущая громадная пещера, очень-очень большая, там было очень-очень много тарелок, Анастасия оказалась в ангаре, откуда через вертикальное отверстие в горе приземлялись и улетали дисковидные летательные аппараты. Часть кораблей стояла на опорах, и некие существа сновали вокруг них. Их деятельность напоминала ремонт или обслуживание, но более всего женщину ужаснуло чудовищное создание, дремавшее в том помещении. Это был гигантский дракон с железной чешуей. Киборги бывают различного типа, в том числе они бывают рептилоидные, которые используются для данных целей, тем более, что вообще рептилоидные киборги, они более выносливые, чем, например, киборги в нашем костно-мясном исполнении, и они лучше подходят для межпланетных перелетов или для выполнения каких-либо функций, связанных с этим. Анастасия провела внутри горы о юдах довольно много времени. Она успела заметить, что инопланетяне занимают большую территорию. Она вот эта вот вся как бы, если это назвать база, то она протягивалась очень далеко до самого, наверное, от Медведь горы до туда, вот, до рыбачки, именно под землей, или как сказать, и туда, где-то, наверное, ближе, еще туда, вглубь к Севастополю, до этих мраморных пещер. Затем пришельцы, похитившие Анастасию, посадили ее на корабль и отправились на свою планету. Женщина четко увидела, как НЛО взмывает ввысь над землей и уходит в космос. Я видела со стороны нашу Землю, я вот как бы как глобус, можно сказать, только четко видела, она такого нежно-голубого цвета, и почему-то зеленого было какое-то пятно, вот и осталось у меня в памяти, что было зеленое пятно. Потом мы вроде как бы пролетали мимо Луны, я так подумала, что это Луна. Там какие-то аппараты стояли. Еще один фрагмент удивительного путешествия остался в памяти Анастасии. Чужая планета, мертвая и пустынная, желто-коричневый грунт и выжженная поверхность. Там почва была, ну, как пенза, что ли. Вот она местами, как бы, я ее так ударю, она справится, а местами ее даже с места не собьешь. Я потом, когда я это вспомнила, я подумала, все-таки, наверное, это Марс. Анастасию вернули домой тем же способом. Корабль завис над микрорайоном, и луч света опустил ее на землю. После того случая она заметила в себе удивительный дар – чувствовать биополе людей и писать зеркально. Иногда на базы привлекаются люди, они там используются тоже в качестве какой-то, ну, для решения каких-то необходимых задач. Потом, естественно, им вытирают память, иногда они что-то запоминают, тем самым мы имеем очевидцев, которые рассказывают нам или про дракона, или про летающие тарелки, или про контакт с какими-то цивилизатами. В рассказе Анастасии есть удивительная деталь. Она, никогда не интересовавшаяся прежде историями об НЛО, описывает аппараты чужих на Луне и иных планетах Солнечной системы. Может ли это быть реальностью? Имеются факты, подтверждающие, что Луна не мертва и не безжизненна, но человечество не в силах объяснить происходящее там. Луна это основная база в данной планетной системе, это большой космопорт, и лично я наблюдал там очень серьезное движение в телескоп элементарный на тот момент, когда никаких лунных программ официальных не было подтверждено ни американской, ни советской. Это было в 1989 году, в октябре месяце, я наблюдал объект, который в диаметре был около 15 километров. Разноцветные вспышки, перемещение гигантских куполов, полеты сигарообразных объектов длиной до 15 километров. Вот этот снимок сделал астроном Джесс Уилсон. Цепочка из 34 объектов протянулась от Луны до нашей планеты. Пока все это названо кратковременными лунными явлениями. Существует и от Луны очень часто видны энергетические объекты. Это наблюдали огромное количество людей, есть тысячи очевидцев, которые видели так называемые шары, которые движутся от Луны к Земле. На Луне видны структуры, похожие на решетки. Обычно так выглядят города на Земле, снятые орбитальным спутником. Один такой лунный город виден на севере кратера Шретер. Другие южнее кратеров Эратосфена и Кирилла. Аппарат Лунар-арбитр-3 обнаружил у кратера Гортензии объект 4 на 4 километра, названный Иерихон, очень напоминающий руины библейского города на Земле. Борозды, колеи и карьеры, шестигранные кратеры, бродячие камни. Это похоже на добычу полезных ископаемых. Следы этой деятельности видны в телескоп, а также на фотографиях лунных зондов. Там фиксируют какие-то взлеты, посадки, какие-то объекты, которые отбрасывают большую тень. То есть не случайно американцы свернули свою программу полетов на Луну. Диаметр Луны в 4 раза меньше Земли, а масса в 81 раз. При этом лунный грунт не сильно отличается по составу от земного. Почему же Луна такая легкая? Есть масса исследований, которые показывают, что Луна искусственный объект. Она имеет слишком много особенностей, чтобы являться нечто, так сказать, естественно, природным, и вплоть до того, что она очень полая, она звенит, когда сбрасывали ступени и мерили звук колебаний. Вокруг Солнца сейчас находятся два спутника программы Стерео. С самого начала своей миссии они передают на Землю таинственные снимки. На них видны странные объекты. Они очень большие, летают вокруг Солнца на огромных скоростях и даже садятся на него. Вот этот проект Стерео, который сделали американцы, выведя два спутника разделенной 180-градусной угловой величиной с разных сторон Солнца они фотографируют и передают информацию, позволило выявить о том, что с Солнцем происходят весьма интересные вещи. И там постоянно кто-то куда-то влетает, вылетает и никто не сгорает в фотосфере. Агентство НАСА уверяет, что это брак от цифрового сжатия фотографий. Например, так называемые стержни длиной до 450 тысяч километров. Подлетая к Солнцу, они разделяются на сотни кусков, а потом опять собираются и улетают. Или вот такой сферический объект размером с нашу планету. Он перемещается вокруг звезды по определенной траектории. мировые СМИ выдвинули версию, что этот объект заправлялся термоядерным топливом. На самом деле он ничем не заправлялся, он просто оттуда вышел. Поскольку Солнце это является двойная система, с другой стороны Солнце находится черная дыра и идет коридор, по которому возможно перемещение подобных объектов. Причем коридор выходит в разные части данной галактики и там перемещение происходит с очень большой скоростью на очень большие расстояния. Возможно мы видим беспилотные корабли иной цивилизации. Их размеры не меньше трех тысяч километров, а задачи не ясны. В тех местах, где они появляются, наша звезда темнеет. И недавно стерео передал совсем уж загадочный снимок. Там видна трещина на Солнце. Сторонники скорого апокалипсиса ударились в панику. Ученые объяснили, что это обычное пятно, принявшее странную форму. На самом же деле никому доподлинно неизвестно, что это было. Температура вблизи Солнца 6 миллионов градусов. Никто и ничто не сможет выдержать этот жар и радиацию. Следовательно, Солнце это совсем не то, что мы о нем думаем. То есть там никаких термоядерных реакций нет, иначе она давно бы выгорела или там поток нейтрина, который идет с Солнца, он совсем не соответствует тем теориям, которые связаны с реакцией термоядерного синтеза. Поэтому я считаю, что Солнце это определенный портал, через который происходит путешествие, через время и пространство. по мере того, как земные аппараты исследуют космос, человечество находит все больше следов иного разума в Солнечной системе. Фобос один из двух спутников Марса. Это овальный объект размером 26 километров в поперечнике. В январе 2011 года беспилотному аппарату Европейского космического агентства Марс Экспресс удалось максимально приблизиться к нему. Во время миссии были получены трехмерные снимки Фобоса. Также аппарат Марс Экспресс прощупал радаром внутренность этого объекта. На основании результатов некоторые эксперты заявили, что Фобос не может быть естественным спутником истероидом. Но что же это тогда? На этих фото отлично видны прямоугольные люки и даже слоистость обшивки. А радар получил эхо от геометрически идеальных пустых помещений, которые занимают треть объема Фобоса. Вот Фобос спутник Марса, имеющий ряд интересных особенностей в своей траектории, в строении, то, что он внутри опять тоже полый. Я так понимаю, что это некий передовой рубеж обороны Марса от вторжения из космоса. Если он пропустил этот корабль, то они в какой-то момент исследуют следующий шаг землян в отношении Марса. В этой связи ожидание новостей от марсохода Curiosity становится все более напряженным. Что найдет и покажет нам земной робот-разведчик? И допустят ли его к самому интересному? Или внезапно начнется пыльная буря, которая повредит камеры? Скорее наверное мы здесь гости. Потому что эти цивилизации древнее нас, эти цивилизации мудрее нас, эти цивилизации живут здесь, сколько вот здесь матушка земля. Сколько живем мы, мы даже не знаем. Сколько мы на этой земле? И кто мы такие? Откуда мы произошли? И для чего мы здесь на этой матушке земле? Создается впечатление, что иной разум присутствует на земле параллельно нашей цивилизации. Они не вмешиваются открыто в историю человечества и занимаются своими делами. Возможно при знакомстве мы даже не сможем понять их цели и задачи. Вероятно поэтому с нами пока не хотят общаться. субтитры субтитры